В танцевальном зале 15-й гимназии полным ходом идёт репетиция. Пока младшие классы оттачивают свой танец у зеркал, старшеклассники уже на сцене демонстрируют бал во владениях капулети. Вероне говорят, примером истинного благородства, развеселись и больше паникуй. Данное президента поручение к обязательному прочтению и осмыслению списка национальных книг 15-я гимназия выполняет зрелищным и интересным для учеников способом. Каждый класс выбирает одно из ста литературных произведений и ставит небольшую сценку. Это увлекает как исполнителей ролей, так и зрителей. Заканчивается фрагмент на самом интересном месте. Если вы хотите узнать, что было дальше, посетите библиотеку гимназии номер 15. К сожалению, сегодняшние дети у нас погружены в гаджеты. И нам бы хотелось поднять культуру чтения и привлечь детей к печатному слову. К печатному слову, через свой театральный фестиваль 15-я гимназия привлекает детей с первого класса. Так они учатся не только читать и вникать в смысл произведения, но и обучаются актерскому мастерству, привлекаются и родители. Помогали шить костюмы, гримировать детей, выступать на сцене. Таким сплоченным трудом 15-я гимназия добилась звания самого культурного учреждения и стала лучшим последователем хартии «Я люблю Сочи». Наряду с этим педагоги и ученики активно принимают участие во всех мероприятиях города. Так во Всемирный день доброты здесь прошла акция «Подари добро». В этот день мы подводим итоги своих добрых дел. А добрых дел у нас это не только слова, а это в первую очередь поступки. В этом году Владимир Владимирович Путин объявил годом экологии. И в рамках года экологии мы решили начать с экологии своей собственной души. Поэтому мы маленькими шажочками, маленькими добрыми делами делаем этот мир добрее. Все добрые дела, выполненные гимназистами, зафиксированы на Большом Ватмане. Это уборка пляжей, высадка цветов и деревьев, а также сбор макулатуры. Во дворе школы даже появился специальный контейнер для сбора бумаги. Также ученики собрали десятки книг для передачи в медицинские стационары и показали, что сделать добро несложно, нужно лишь захотеть. Кстати, подобные акции прошли во всех учреждениях культуры города. Библиотеки, школы, дома культуры организовывали выставки и различные постановки.